Сейчас сотрудники Государственного энергетического и газового надзора, помимо выполнения основных своих профессиональных обязанностей, занимаются широкомасштабной профилактической работой, поскольку в последнее время в Брестской области участились несчастные случаи от поражения электрическим током. На этот раз инспектор Пинского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора Татьяна Яцевич регулярно посещает учебные заведения. На этот раз она побывала в средней школе номер 10 и напомнила ребятам, из-за чего можно получить электротравму. Основными причинами поражения электрического тока детей в домашних условиях являются эксплуатация несправных электроприборов, незнание элементарных норм электробезопасности, отсутствие контроля со стороны родителей за действием своих несовершеннолетних детей. Во избежание несчастных случаев от действия электротока взрослым необходимо постоянно обучать детей элементарным правилам электробезопасности. Вот основные из них. Не допускайте шалости при обращении с включенными в сеть электроприборами. Не приближайтесь к оборванным лежащим на земле проводам линиям электропередачи на расстоянии ближе 8 метров. Не устраивайте игры под проводами электролинии. Не влезайте на опоры линий электропередачи. Не запускайте воздушных змеев вблизи линии электропередачи. Не играйте около трансформаторных подстанций и под линиями электропередачи, а также на строительных площадках. Не пользуйтесь включенными в сеть переносными лампами и бытовыми электроприборами в садах, огородах, сырых помещениях и помещениях с токопроводящими полами, бетонными, кирпичными и так далее. Не используйте электрические приборы с поврежденной изоляцией проводов и электрических шнуров. Не ремонтируйте самостоятельно неисправную электропроводку, а сообщайте о неисправности родителям. Не вешайте на провода электропроводок никаких предметов. Не пользуйтесь неисправными штепсельными розетками, выключателями, шнурами для включения электрооборудования и электроприборов. Не поднимайтесь на деревья, где между ветвями проходят провода воздушных линий электропередач. Также нужно знать, что опасно одновременно прикасаться к электроприборам, выключателям, розеткам с одной стороны и связанным с землей металлическим предметом, радиатором отопления, водопроводным и газовым трубам с другой. Сотрудники Госэнергогазнадзора знакомят детей со специальным знаком «Осторожно! Электрическое напряжение», который предупреждает об опасности поражения электрическим током. Такие знаки наносятся на дверях электрических щитов, силовых щитов и ограждения токоведущих частей. Объясните детям, что открывать двери, щиты и проникать в заграждения, обозначенные таким знаком, смертельно опасны. Проверьте электрические приборы, которые вы используете дома. Использование неисправных электроприборов, проводов с поврежденной изоляцией, подключение посторонних предметов в розетки могут привести к беде. Не оставляйте детей одних без присмотра. Помните, что именно от того, насколько вы внимательно следите за своими детьми, зависит жизнь вашего ребенка.